Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. В этом видео расскажу о своих уходовых средствах для лица и тела. Начать хочу с пенки для умывания. Каждое утро и вечер я обязательно использую какую-либо пенку, подходящую для сухой кожи. У меня достаточно сухая и чувствительная кожа. Сейчас использую нежную пенку для умывания чистой линии. Она подходит для всех типов кожи. Для моей сухой кожи тоже отлично подошла. Использую ее утром и вечером. Утром после использования пенки для умывания я пользуюсь обычно кремом для кожи вокруг глаз. Сейчас у меня крем-пробиотик от фирмы Микролис. Пользуюсь им с лета. Какой-то нескончаемый тюбик, хотя здесь всего 15 мл, по-моему. Крем мне этот нравится. Он подошел мне как на летний, так и на осенний-зимний период. Он отлично увлажняет и питает кожу вокруг глаз. В принципе, от крема вокруг глаз мне больше ничего и не нужно. Я по возможности стараюсь пользоваться им и утром, и вечером. Также утром я использую какой-то один из данных двух кремов. Использую или крем F99 полужирный. Кстати, такой крем еще бывает жирный, но он, мне кажется, немножко тяжеловатым для использования утром. Или использую крем масла для лица, для сухой чувствительной кожи. Если на улице, как сейчас, у нас плюсовая температура, то наношу обычно крем масла для лица. Если же минусовая, то наношу вот этот крем F99. Крем для лица утром обязательно стараюсь наносить не менее чем за 30 минут до выхода на улицу. Кстати, на любой, и на крем масла, и на F99 отлично наносятся потом тональные средства, пудра и так далее. Вечером я начинаю с очищения лица. В первую очередь я снимаю косметику с глаз. Для этого я всегда использую вот это средство. Это бережный уход, лосьон для снятия макияжа с глаз от Гарнье. Пробовала различные другие лосьоны, но этот самый действительно бережный, самый нежный. Покупаю всегда именно его. После снятия макияжа глаз снимаю макияж с лица. Для снятия макияжа с лица использую или какой-то лосьон. Сейчас у меня мягкий лосьон для снятия макияжа с век, но я не использую его для век, а использую именно для снятия косметики с лица. К сожалению, мне не подходят вообще никакие мицеллярные воды. Я их покупала, пробовала очень много разных, но на моей сухой коже они плохо работают, вызывают шелушение, очень сильно подсушивают. Поэтому, к сожалению, мицеллярной водой я пользоваться не могу. Или же использую вот такое средство от Гарнье. Это молочко уже для снятия макияжа с экстрактом розы. Очень нежная, с приятной отдушкой и прекрасно снимает макияж. После снятия макияжа я опять использую для умывания вот такую нежную пенку. Умываюсь ей, а затем протираю лицо обязательно успокаивающим витаминным тоником. Это мой любимый тоник. Тоже пробовала разные другие, но всегда возвращаюсь именно к этому. Он подходит для сухой чувствительной кожи. Для моей кожи он подошел просто идеально. И не хочется поэтому его менять на какой-то другой. Также в вечерний ритуал ухода за кожей обязательно входит питание. Здесь может быть два варианта. Или я наношу питательный крем. Сейчас у меня в использовании крем масла для лица для сухой чувствительной кожи, интенсивное питание. И крем пробиотик антивозрастной 40+, ночной. Кстати, этот крем заявлен как антивозрастной 40+, но в составе нет никаких возрастных, скажем так, противовозрастных составляющих. Я думаю, что этим кремом спокойно можно пользоваться с 30 лет. А как раз вот 40+, он никакого, по-моему, действия не окажет, поскольку никакого антивозрастного действия, мне кажется, он не несет. Обычный, ночной, хороший питательный крем. Кстати, тоже он от марки Микролис. Очень нежный, приятный. Крем масла, скажем так, оно попроще. У него более такая жидкая, может быть, консистенция, чем у этого крема. Но тоже, я считаю, неплохо действует, именно как питание. Конечно, я не жду от ночного крема какого-то чуда. В принципе, основная функция – это питание моей кожи. Еще хочу показать вот такое средство. Стоит оно, ну, копейки. Продается во многих супермаркетах, аптеках. Это душистая вода, шалфей, череда и мята. Я использую это средство, если есть какие-то небольшие высыпания, прыщики. Промакиваю ватный диск и легонько промакиваю, ну, как бы, вот, скачивший прыщик на лице. По крайней мере, на моей коже средство действует хорошо, помогает быстрее избавиться от каких-то высыпаний и при этом не раздражает мою сухую кожу. Раз в неделю я использую для лица вот такие очищающие полоски для носа. Не обязательно этой марки, различные покупаю. Мне они нужны, скорее, не для сужения пор, а для очищения черных точек. Эти полоски одни, наверное, из самых простых, самых дешевых, но, в принципе, достаточно неплохо действуют. Маска для лица у меня в использовании сейчас одна. Не считая каких-то одноразовых масок, которые я периодически покупаю. Это вот такая коллагеновая маска. Вот такой поросеночек на ней нарисован. Покупала я ее в подружке. Это желейная маска. Сейчас я покажу, как она выглядит. Вот здесь есть очень удобная лопаточка для нанесения маски. Вот такой внутри желеобразный продукт. Видите, у меня уже совсем мало осталось. Эту маску я покупала еще летом. Она достаточно легкая, нежная. В летний период она вообще отлично подходила, так как не утяжеляла кожу, но при этом очень хорошо ее напитывала. Но на осенне-зимний период она, как неудивительно, мне тоже подошла. Она скорее несет в осенне-зимний период непитательное. Такое очень хорошее увлажняющее действие. Я наношу ее на ночь достаточно таким толстым слоем, а утром просто смываю ее с лица. Мне она очень нравится и думаю, что, возможно, повторю какую-то маску вот из этой серии из коллагеновых. По уходу за рук у меня сейчас в использовании только одно средство. Это вот такой кокосовый крем из фикс-прайса. Покупала его за 50 рублей. Я уже говорила в одном из видео, что кокосовая отдушка здесь очень слабая, но при этом крем очень хороший. Он достаточно густой, но при этом не жирный. Сейчас выдавим немножко. Очень приятная у него такая кремовая консистенция. Он очень хорошо разносится. При этом он быстро впитывается. Видите, не оставляет никакого жирного блеска. И кожа после него очень мягкая и нежная. Для тела у меня сейчас в использовании два средства. Первое – это питательный лосьон для тела от Джонсонс. Очень люблю всю серию этих лосьонов. Сейчас у меня с маслом какао, но я их, наверное, уже все перепробовала. У меня всегда в использовании должен быть такой лосьон. Он отлично увлажняет кожу. И можно пользоваться как летом, так и осенью, зимой. Он очень быстро впитывается, не оставляет никакой неприятной липкой пленки. Могу его рекомендовать. И также сейчас для тела использую вот такое вот крем-масло. Крем-баттер. Он называется для тела увлажняющий. От Эко-лаборатории. Без парабенов и силиконов. 97,5% натуральных ингредиентов. Неплохое масло. Вот так оно выглядит. Оно не жирное. Сейчас вам покажу. Вот такая у него достаточно легкая воздушная консистенция. При нанесении на кожу оно также не оставляет никакой липкой или жирной пленки. Очень быстро впитывается. Очень имеет приятную отдушку. После ванны или душа очень приятно нанести такое масло на кожу тела и напитать кожу. Пользуюсь с большим удовольствием и думаю, что, возможно, повторю эту покупку. Для ног использую вот такое крем-масло для ног. Интенсивный уход. От Фитокосметик. Народные рецепты. Мгновенное впитывание. Совершенно обычный крем для ног. Никакого супер действия от него ждать не приходится. Если у вас кожа ног в хорошем состоянии, ступни у вас не похожи на наждачку, тогда вам такой крем совершенно отлично подойдет. Он питает, увлажняет, имеет приятную отдушку и, в общем-то, все свои функции выполняет. Также примерно раз в месяц для ног я использую вот такую маску восстанавливающую маску-носки для ног авокадо. Это стандартная маска-носочки. Там одна пара в этой упаковке. Вытаскиваем из пакетика. Надеваем на ножки. И я сверху всегда еще надеваю носочки хлопчатобумажные. Мне кажется, тогда воздействие от маски получается более эффективное. Здесь рекомендуется ее оставить на 15-20 минут. Но я обычно смотрю какой-нибудь сериал. И, соответственно, эта маска у меня на ногах где-то минут 45. После нее ножки в отличном состоянии, напитанные, увлажненные. Очень эту маску вам рекомендую. Это были все мои средства по уходу за лицом и телом. Я надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!